здравствуйте дорогие зрители с вами андрей или же иной и мы продолжаем проходить реверс 1999 как обычно в описании ссылка на плейлист с прошлыми прохождения по этой игре есть ссылка на телеграм-канал посвященный реверсу так что вы всегда можете подписаться на все подряд поставить мне лайк чтобы меня поддержать так хочу сегодня начать таки прохождите воссоединение с огнем но нету тут еще осталось недоделанная вещь письмо извинения это наверное интересно репортера напишет это письмо необходимое наказание давайте почитаем вот или это просто надо побить кого-то я думал надо будет репортеров ну на побить репортеров ладно бьем репортеров неважно как давай давай усилий там себя делай что угодно умрешь звук ног а нифига не умрет он крепенький придется видимо его у нас не посмотреть ну ладно благо вы смотрите это на ютубе всегда можете перемотать все что не нужно так давай-ка умирай я думал там будет и письмо извинений там почитаем переведем слезы крики боли и всякие там шаги письмо извинения парочка сломанных очков маккор заплатил эту цену так а тут на что осталось воспоминания о бабушке зайти в память о вот почитаем как раз она все таки купил этот дом воспоминания бабушки о дисси моя малютка вы друзья никогда не смогут с тобой угнаться они просто слишком медленные бабушкам я могу просто остановиться и бежать с и ждать их ты развиваешься гораздо быстрее чем другие детишки своего возраста и твой физрук говорит что у тебя наверно есть такое чтобы начать там быть спортсменом когда нибудь спортсменом а что это ну это значит спортом бегать прыгать там бросать всякие вещи как только ты можешь далеко а я никого нибудь не ударю если я начну бросать всякие вещи ты никого не попадешь есть ты можешь это сделать ты станешь легендой поля но это не звучит так уж и сложно у тебя есть и другие варианты для тебя открытые ты можешь делать все что угодно маленькая птичка ты можешь быть поэтом или художником ты можешь даже быть певцом бесконечное количество выборов исследовать в жизни ты по-настоящему поймешь цены своих талантов но если ты по-настоящему понимаешь цены своих талантов ты также можешь стать это атлетом когда тогда идешь вдоль стены кажется что-то плита и летишь как будто бы гравитация тебя совершенно не держит а может папе тоже быть атлетом он может бегать так же быстро как и я тогда моя дитя должна отправиться для соревнования в беге таким образом ты и папе будете непобедимыми партнерами и и работать вместе чтобы принести домой золотую медаль адрес эйдж видимо этот гонки эстафета твоя бабушка стала уже слишком глупенькой в свое старом возрасте я забыла это эр уже давно нет спортивные соревнования для арканистов уже пропали в этом мире давным давно адрес эйдж я не знаю если мы когда-нибудь увидим игры у лару снова эх бабушка ты всегда здесь в моем разуме пожалуйста присматривай за мной день которому мы говорили наконец-таки здесь ты права плапе я стали непобедимыми партнерами конец диалога миленько милота ну-ка вот я забил эту и добил эту солидусик 11 вот этот момент диссонанса и ключик все возвращаемся к тому с чего пришли мы соединение с огнем так обычно тут когда нажимаешь сразу запускался ролик но я его такое хоп пропустил уже случайно нажал поэтому давайте пересмотрим его поэтому давайте пересмотрим его заново тут видимо раз посмотреть два посмотреть и что тут вообще выглядит даже не знаю но но как всегда я постараюсь переводить для вас поэтому поджигание поддержите меня лайком потому что потому что зрителей определенно у меня мало тьма тьма это как тем мягкий матрас тонет подо мной окружает меня затаскивает меня еще глубже и глубже в этой темноте я слышу что со мной в компании такой постоянные ритмичные звуки как бьющиеся барабаны или дикие там выкрики они эхом раздаются во времени когда я прохожу над красной землей и таким образом я пытаюсь найти ее этот слабый звук он стучит с таким знакомством и радостью что он завлекает мое пламя и чтобы оно тоже стучалось в этом ритме и затем далекие вспышки света вступают на взгляд и вот я встретил ее снова как я следовал за этим светом я видел весь ее опыт она только искорка ее свечение слабенькое но оно горит с любопытством день за днем она поглощает больше топлива все что она видит касается и слышит заставляет ее огонь гореть ярче как ты можешь ли ты слышать меня должны ли мы продолжить наш незаконченный разговор это видимо как улу через вот эту вот сеть души пробралась спатадея и вот воссоединен с ней реинкарнировала скажем так воспоминания в ней ответа нет все еще я зову я должна звать моему самого дорогого друга спальня о это маленькая спатадея я забыла я забыла я думала я слышала что то возможно это было ничего ну такая такая милашечка покажите мне вот ее здесь она перевокусировала свою энергию обратно к такой отчаянной попытке собрать все вещи перед ней давайте посмотрим на вот эту картинку снова она так отличается от записей игр улуру из других мест но ее фантазии об этом большом событии занимает большинство ее свободного времени и даже еще немножечко времени которое должны использовать чтобы закончить свою домашнюю работу например вот этот именно самый момент например ты там не спишь печенька могу я зайти что а я здесь и я не сплю я просто значит это не было мое воображение хватит уже мамочка я иду она думаешь это мамы это звала спатадея запихивает распиханные картинки со стола в шкаф и быстренько открывает тетрадку там со всякими заданиями это уже отпрактикованное движение затем быстро чередой движений маленькая девочка бежит к двери и открывает ее вот такая что такое мамочка посмотрите защитить и сохранить детей надо беречь берегите детей а если вы детей берегите себя и слушайте родителей хм хм с содержимым я кое-что тебе принесла для тебя хм я думаю я дам его тебе вместе с молком вот и держи огонь хм 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 я думала мистер джонс будет ждать до последней недели занятий чтобы отдать его обратно мне хм ты такая хм ох красотка это же чудесно хм она знает она знает как важны эти вещи для тебя так что она запаковала их в пластику в пластик и посадила его на шкаф посмотри на обложку твои рисуночки такие же чистые как в день когда ты их нарисовала мисс джонс чудесная учительница но она также сказала мне что что с тобой происходит в последние дни то что ты позволяю думаешь о чем-то другом в классах чинька прости я я не хотела я просто я просто продолжал думать о фотографиях и виновный ребенок опускает свою голову и чешет свои кулаки глаза все в порядке у нас у тебя у нас есть все время в этом мире ее мадушка обнимает девушку за плечи и прижимает к себе она садится на край кровати и отдыхает своей головой на голове дочери это это было когда мисс джонс говорила с нами по поводу после школьных спортивных соревнований и спрашивала какие наши любимые соревнования я вспомнила игры улуру я вытащила мой альбом чтобы найти какие-то события чтобы ответить хорошо я бы могла ответить полет на метлах езда на морских животных они все такие веселые но мисс джонсон сказала что мы можем только выбрать один единственный самые любимые соревнования это не должно быть так уж сложно для тебя моя любовь ты всегда говоришь о своем любимом спорте да это верно мамочка это один тот который с каменными монстрами из истории сборка там малингосов девушка кивает своей головой дважды два хвостика сзади нее танцуют как маленькие пламени но эти счастливые пламени сияют только секунду прежде чем она опускается в голову снова моя голова так наполнилась этими мыслями об игре с малинго это было как будто как будто это было настоящим как будто вещи я видела в моих снах то есть у нее уже это тогда немножко происходило красная земля спортивного поля наполненная чувствовалась такой крепкой и прыгающей когда я наступал на нее я могла нюхать запах дерева горящего в воздухе толпа собравшись возле огня которая горит ярко и красиво как дикое животное я хотела протянуть руку вперед чтобы коснуться его шерстки затем мисс джонс взяла мою руку с паттд открывает свои глаза возвращается из-за их воспоминаний с сожалением ее голос немножко такой напоминает щеночка плавающего но я знаю я я действительно не должна была засыпать в ее на ее уроки но дело в том что они говорят что я все время засыпаю они говорят что мечтаю я превращаюсь в какую-то сумасшедшую потому что я люблю вот эти игры у лору так сильно ты хорошая девочка печенька ее матушка вздыхает мягко и добавляет нежные так сказать усилия в ее обниманке ничего странного с вещами которые тебе нравятся и любишь неважно что ты зеленые крокодилы или даже давным-давно исчезнувшие спортивные соревнования это все твои драгоценные сокровища никогда не сомневайся просто кто-то говорит что эти вещи которые ты любишь и ты определенно не должна чувствовать себя виноватой саму себе из-за таких вещей все вещи которые ты собираешь и которые доказательства что игры у лору случались это они были таким большим событием и никто не знает что будет в будущем матушка подымает круглая диска личика дочки вытирает ее слезы и целует ее щечки с нежностью может быть когда-нибудь в будущем твои игры у лору вернутся таким же образом как они исчезли может быть они также внезапно появятся мать 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 но начиная сегодняшний дня тебе не разрешено оставлять ни одного овощи на твоей тарелке ох а я думал что атлетам разрешено есть тройное шоколад тройное покрытие там карамельки с шоколадом каждый день но если овощи это то что не нужно чтобы стать настоящим атлетом тогда я буду есть салат каждый день как хороший маленький кангару жующий траву маленький кангару подпрыгивает и стоит гордона в кровати чтобы объявить свое намерение надо такая маленькая кенгуру до кенгуру я буду я должно быть замечательный боксер красиво замечательно и мы не останавливаемся на этом так все хорошо хорошо так ну что ж клаттеринг пэблс давайте клаттеринг пэблс камушки там бьющиеся узнаем как спа тогда я проходила видимо свой курс молодого бойца ну чем ближе ты подходишь к свету тем яснее вещи становятся эти долгие мутная дорога без конца давно сзади меня теперь теперь все что делаю это сокращать дистанцию между дам мной и и но мой свет все еще слишком слаб мой голос и все еще слишком мал и всего лишь изредка достигая поставив появляющийся в юр голую горле но даже за этого я счастлива видеть тебя снова чувствую тебя чувствует что твое сердце и твое дыхание все еще там ни один единственный след прошлого похоже появлял больше появлялся теперь это все лежит где-то глубоко внутри тебя как старая одежда аж до давным-давно забытая на дне ящика в этой тяжелой тьме пламя страдает чтобы порваться вперед о так спада до этом такая стоит я так по тебе скучаю мой друг я хочу вернуться на твою сторону чтобы убить перед твоими глазами я хочу увидеть тебя быстрее еще быстрее мне нужно поговорить с тобой лицом к лицу улица сегодняшняя тренировка была довольно жесткой мои руки болят прямо жестком я еле еле могу их подымать я наверно просто уронил свое лицо на тарелку когда я доберусь домой и чтобы покушать тренировка удара там тренировка удара и угадай что еще больше тренировка когда это когда-либо вообще закончится блондительный парень бормочет вокруг о своих спортивных классах и подымает свою теннисную ракетку как меч как меч видимо две девушки идут возле него другая похоже занята чем-то другим пока другая поворачиваться к нему чтобы поговорить мия возможно в следующем семестре следующая крики какое ужасная мысль счастье тренер не обращал меня сегодня иначе я бы тоже на раз свои волосы выдергивала следующий раз крики ты права оставь всю надежду я говорю тебе он выпускает тяжелый вздох и поворачивать свою голову посмотреть на другую девушку спададе 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 ой флайми а что я здесь я здесь все такое спададе все и все еще милашка который надо защищать как у тебя так дела тренер тебя чем-нибудь новому научил ну тренер заставлял нас практиковать нашу работу ногами так же как и на прошлой неделе и кроме этого нам пришлось делать какие-то тренировки дома один один сета налево и направо каждый день и затем прыжки на веревку все вот это видишь что эти говорю фламе вообще ничего не не трогает не только кого-то кого я знаю темно-волосая девушка хлопает по плечу друга с гордостью воображая что она повесила медаль вокруг ее шеи вау ты даже дома занимаешься ну тренер сказал что мне нужно это делать а что насчет странного в этом фламе конечно же хочет передвинуться на следующую уровень как только она этого сможет и добраться до настоящего то кстати рука к руке опыта верно же она не какой-то большой ленивый тренер который просто врет всем вокруг ест там всякие вкусности как только набирается до дом смотрит на телевизор как на тиви как зомби и не хочет даже двигать мускулом эйми я дразни парня чтобы там давай тренируйся спорт девушка ловко убегает разворачиваться чтобы изобразить смешное лицо затем еще дальше убегает погоди мия ты не можешь просто сказать что-то такого и затем убегать стоять и детишки бегут вперед во все направления приятный ветерок заставляет там листочки трепыхать эй фламе ты же помнишь не так ли ты помнишь как эти забавные ребята раньше подбирали маленькие камушки на дороге верно же быстро осмотрись и выбери самый лучший самый гладенький который только есть камни они имя те которые нам нужны я должна их подобрать затем положить их на мои колени чтобы подготовиться к малинги спорт с этими каменными там малинга у ох сбора малинга наконец-то всегда был моим любимым моей это кстати вот чиной в этот раз я буду той кто будет бегать по земле поджигая пламени вон находя ища тебя в огне не переживай я бегу я бегу гораздо быстрее чем раньше не недооцениваю вырывших я все еще помню что нужно избегать эти большие головы и не проходить когда они смотрят а ну как обычно двигай персонажа по этим четырем блокам и подходи к этим кастром чтобы поджигать их когда их все подождешь у испытание завершится успехом арена перед этими защитниками очень опасно заходить сюда будет заканчиваться атакой чем заканчиваться провалом подойди к защитнику с не фронтальной стороны чтобы победить его а то есть подойти и победить его можно хорошо бомб победил хорошо тебя надо подойти сбоку он победил а вот и крамушек приятный так что-то я никто нажал камушек получен в отличие от других гладких идеальный гладких камушков этот какой-то полон дырок больше как тонких слегка овальный камень с изношенными краями он когда-то купался в огне и солнце и это добавляет теплоты к его поверхности камушек и камушек так загорелась маленькие пламя может легко расти из искорки фая сияет когда делится это маленькая искорка достаточно чтобы поджечь вот эту штучку просто избегай вот этих гуляющих камней найди правило так как просочиться и ты можешь достигнуть финала даже не останавливаясь так как только огонь зажжен он больше не потухнет если ты провалишь испытания в середине дороги ты автоматически вернешься к состоянию когда был зажжен этот фонарь после поджога фонаря персонаж получит энергию щелкнут на статую персонажа поглощает энергию чтобы запустить фейерболу цель уничтожая его можно патрулирующие статы будут двигаться по прямой вы в текущем направлении когда они могут двигаться вперед они патрулирующие статы повернуться назад если статуя наткнется на персонажа это будет провал ладно будь ладненько бум тебя только так видимо отойдем а что провал ладненько пускай двигается туда я пойду успех эй я нашла один девушка наклоняется и подбирает камушек из песка это хороший ты тут нашла это это будем считать один камушек фламе ты можешь слышать мой голос не так ли мы не видели друг друга так давно плоский камушек горит в ее руке он знакомый и обладает приятной теплотой этот звук костра окружает ее уши становится более далеким как температура повышается я слышу как пламя зовет мое имя прям как то когда мы бегали со мной по полю я все еще бегу с тобой если это то что ты хочешь так много места мы могли бы бегать она она пламя которое должна вспомнить она и я мы пламя что ты там делаешь сама по себе голос ее друзей топит эти слабые голоса и она приходит в себя сжимает кулак в ее руке в порядке? ты сегодня прям сама не своя весь день а ничего такого я себя чувствую гораздо лучше сейчас она отвечает практически инстинктивно и чтобы доказать свое сохранение разума она сгибает колени и кладет две камушка на них они некоторое время трясутся но в конце концов успокаиваются вау как ты смогла их так ровно на коленях держать погоди-ка я тоже найду камушки я хочу тоже это испытать эй Мия иди сюда и посмотри что наше фламя придумало внимание детей легко перемещается на такие легкие вещи Мия и Сэм стоят вокруг Спотадея оценивая камни на ее коленях как ты играешь? это кто может прыгать на одной ноге быстрее с тем чтобы не упала другая? другой побеждает? или тебе нужно скинуть камни и затем поймать его? если ты хочешь представить этот чудесный спорт своим друзьям сейчас наверное самый идеальный момент да, не это не так как ты играешь название этой игры она называется сбор милингез давным-давно-давно люди которые соревновались в большом событии бегали вдоль красных там веток танцевали вокруг огня с маленькими камнями на их коленях если камень падал тебе приходилось стоять на границе поля и смотреть как другие соревнующие соревнуются я понял это как марафон верно же, да? кто дольше продержится это не гонка на время каждому атлету нужно гоняться за пламенем со всей своей силой и как можно лучше стараться, чтобы догнать его она смотрит налево, затем направо и наконец фиксирует свой взгляд на листике над ее головой освещенным солнцем 3, 2, 1 3, 2, 1 она прыгает в воздух и падает обратно на ноги с ярким вспышкой собранной в центре ее ладоней прям вот так вот как ты это сделала? ты подпрыгнула так высоко и все еще смогла схватить листочек на который ты целилась? ну если честно я не знаю может быть это один из моих специальных талантов например как бегать или боксировать фламя всегда хороша в спорте и в таких вещах она даже стала первой на спринте в последнем там спортивном соревновании так ты можешь стать первым в этом игре малинги? ну может или кто-то выиграть? их такие взгляды конечно же поворачиваться к девушке держащей листочек ну конечно ты можешь судя по тому что говорят в исторических книгах и легендах сбор малинга может продолжаться долгое время он может длиться на одну ночь или даже неделю недели если все камни у всех упадут тогда и все игроки могут которые смотрят вернуться к игре только когда кто-то схватит самое горячее самое обжигающую искорку из огня тогда игра будет считаться законченной именно тогда они найдут душу пламени это так круто Сэм поднимает свои руки наполненные таким восторгом у нас тут куча камней прямо здесь можем мы тоже поиграть поиграть с огнем лучше не надо твоя мама в панику вступит если она узнает что ты планировал прыгать вокруг костра пытаясь поймать какие-то там искры кровавая клятва мама говорит что безопасность это самая важная важная важность во всех спортов спортивных соревнованиях мы не можем просто прыгать вокруг огня как в легендах ребенок отпускает камушки и касается своей челюсти своей пыльной маленькой ручкой и глубоко в мысли задумывается как бы и поиграть так что было безопасно может быть мы можем изменить слегка правила чтобы сделать ее в какую-то игру которую мы можем на самом деле поиграть ветреные с туманной стороне стекла сжигающая пламя там сияет я помню я помню я говорил с кем-то по поводу улучшения правил навык за выбором камня не может быть недооцененным тебе нужно выбирать самые плоские которые ты можешь найти но тебе также нужно обращать внимание на огонь ты не можешь выбирать всякие такие колючки чтобы они там горели в пепле о чем ты думаешь в фламе смотри так много других хотят посоревноваться в играх улору в шоу то вы так быстро меня перелистываете опять задумалась маленькая девочка трясет своей головой и затем тонкий поток воды прерывает ее снова а я поняла каждый человек выбирает два камушка и кладет их на колени затем мы отмечаем начальную финишную линию мы не можем летать так что нам надо прыгать до конца мы договоримся какое дерево на какое дерево целимся в первом и затем нам нужно решить какой листочек самый яркий свет сквозь него сияет затем кто его поймает самым ярким светом тот и победитель что вы думаете еще какие-нибудь правила вы хотите добавить споттд смотрит на своих друзей я готов к действию я готов к действию давайте начнем эй я могу прыгнуть на несколько вперед-вперед шагов вперед с одной ногой я по-любому поймаю лучший листочек света дети пытаются и быстро учатся этому фокусу все что нужно теперь это начать игру и начать играть ха эта ветка еще выше эй кто на меня столкнулся эй хватит не убегайте ха-ха-ха не нужно говорить она выиграла много побед снова и снова она всегда была хорошо в вещах которые как вспышка пролетали мимо нее и оставались в ее ладони она хватала эти разбросанные точки света так же как одна однажды хватало схватила мою яростную юбочку это было в первый раз когда мы встретились когда она тебя тоже из пламени выхватила да за курс двух или трех дней их поход домой стал возможностью делиться различные подсказки по поводу выбора самых лучших камней и правильного угла для прыжка это стало выгровенной такой мудростью передающейся каждому новому игроку простая но все еще соревновательная игра всегда есть сила распространяться быстро среди детей и с тем как она распространяется позитивный и энтузиастный соревновающийся дух как это фламе снова выиграло сегодня я даже практиковался в секрете ха это потому что я представляю что это настоящее соревнование я каждое соревнование отношусь там с 100% серьезностью ха не важно давайте поиграем завтра и посмотрим что получится не может быть что ты сможешь выиграть 10 раз подряд или 20 раз подряд или как много раз подряд ты там выиграла у тебя все равно шанса нет сэм у меня есть все фокусы так как по пути маленькая девочка делает несколько шагов вперед и стоит возле дерева аккуратненько считая царапины на нем затем она объявляет результат соревнования громким и уверенным тоном 1 2 ох и все еще самая верхняя точка единственная Спатадея наша потрясающая Фламми она уже выиграла соревнование Малинджа 6 раз подряд ты знаешь уже все играют в игру в школе в эти дни может быть там уже есть кто-то лучше чем ты а Фламми действительно как только чей-то соревновательный дух разбужден очень сложно успокоить его но это горящее пламя оно использует любое все что угодно как топливо ура более опыт более больше опытных атлетов значит больше людей тренироваться против которых значит я смогу стать лучше еще быстрее не важно как много неважно будет ли это я или кто-то другой чемпион главное чтобы все было по правилам и он показывал свои навыки билеты от еженедельные там работы помогать леди соседней проводить свою собаку это все это сохранение чтобы купить новые боксирующие перчатки после того как она съедала все свои овощи ее матушка целует ее в лоб все эти вещи они получаются через усердную работу и терпение за тех у кого у кого страсть горит как пламя это это то что значит быть чемпионом маленькие шашки чудесно давайте на этом я эту серию закончу но начну следующую сразу же записывать поэтому все равно у меня остался один день 15 часов так что я должен записать вот это все вот все вот это вот сколько тут у меня 26 звезд то есть скорее всего где-то 13 если тут по 2 по 2 по 2 наверное там по 13 этих событий а я только 2 прошел грустненько ну ладно на этом я прощаюсь надеюсь вам все нравится оставайтесь со мной ставьте лайки пишите комментарии увидимся в следующей серии всем спасибо всем пока